МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разрешили или ужесточили? В октябре заработают новые правила для курильщиков. Рейсы отменили, а зарплату повысили. Какие еще изменения ждут калининградцев в октябре? Ужасы на улице Невского. Дежурный по городу отправился по следам потрошителя. Два петуха и корова в Гвардейской задержали похитителей, из кота. Фильмы, которые снимали 10 лет, в Калининграде проходят дни неигрового кино. Спасение кота и дельфины на Балтике своими отчетами делятся пользователи соцсетей. О том, что интересного в городе и области, произошло в пятницу 2 октября, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире первого городского служба новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Здравствуйте. И к главной теме. В аэропорту и поездах категорически нельзя, а вот в подъездах и на пассажирских судах – пожалуйста. Чиновники внесли поправки в антитабачный закон. По новым правилам, любителям табака вновь разрешат курить в подъездах жилых домов. Изменения вступят в силу только 14 октября. А общественность уже бьет тревогу. Минздрав должен лечить людей, негодуют жильцы, а не калечить. А Минстрой, который также приложил руку к закону, строит дома, а не курительные комнаты. Все мнения за и против нового закона выслушала моя коллега Светлана Федорова. Такой был запах и у нас, и в этом подъезде. Это страшно было. А дым болел, если бы вы только видели. Как он мог быть остаться живым? Ночь с 1 на 2 октября Клавдия Федосовна запомнит надолго. На четвертом этаже дома, в котором проживает пенсионерка, загорелась квартира. В итоге хозяин скончался до приезда скорой помощи. По предварительной версии, калининградец курил, находясь в кровати. Сейчас злополучные жилища опечатали, а в голове у соседей только одна мысль. Эта история должна стать для всех примером. Курение до добра не доведет. Это же если закурить, вы знаете, будем мы задыхаться на четвертом. Это же дым идет куда? Вверх? Ну вот. Вот пусть выходят и курят. А то закурят. Им только разреши. Но пока переживать пенсионерки рано. Чиновники хоть и разрешили устраивать курилки в подъездах и на пассажирских судах, следовать нужно строгой инструкции. Уже с 14 октября вот о таких самодельных пепельницах калининградцам придется забыть. Для того, чтобы спокойно дымить в собственных подъездах, придется оборудовать место для курения. Для этого повесить информационную табличку, установить систему вентиляции и приобрести огнетушитель. А еще специальную дверь курилка должна быть закрытого типа, а вечером и ночью здесь полагается искусственное освещение. Но даже такого набора недостаточно. Для организации уголка курильщика потребуется собрать собственников, провести собрание и проголосовать за такое решение. Калининградцев, даже курящих, перспектива, мягко говоря, не радует. Да это очередная дурь. Высасываемая из пальца проблема. А что, разве кто-то запрещал курить? Вот сейчас на остановках, вот как курили, так и курят. Кто-нибудь за этим следит? Так что все эти инициативы, это вот сотрясение воздуха. Сегодня мы запретили, завтра мы опять разрешим. Но если будет специально закрытое место, то нормально. А если там, где ходят дети, играют, где поднимаются люди, которые не курят, отрицательно. С детства сам не курю. И против вообще, чтобы это где-то что-то было, ошиблено в общественных местах, что это было курение. Ну, зря это вообще делается, послабление вот этим. Издатель и депутат городского совета Арсений Махлов с сигаретой в руках с 15 лет. Самой большой слабостью в жизни он считает курение. Но, несмотря на это, мужчина не против антитабачного закона. Главное, чтобы его права как гражданина не нарушались. Ведь для издателя это уже образ жизни. И привычка не только пагубная, но и профессиональная. Те же самые свои колонки я не могу писать без сигареты. У меня просто не получается текст. Уважая права большинства людей, не курящих, мне кажется важным уважать права и тех людей, которые курят. Мы можем в определенном смысле даже обвинить государства, и российское, и других стран в том, что такой большой процент курильщиков. Мы можем вспомнить советские фильмы, где закуривал каждый главный герой. И таких примеров можно привести с десяток. Вспомнить даже попавшего под запрет Волка из Нупагади. Закрытые помещения с мощной вытяжкой. Вот реальный выход, уверен Арсений Анатольевич. А чиновники иногда перегибают палку. Так, в начале этого года коммунисты предложили запретить продажу табака женщинам до 40 лет. Госдума проект отклонила. Позже под запрет чуть не попали электронные сигареты и фруктовые кальяны. И, наконец, инициатива с запретом курения в поездах и аэропортах стала действительностью. А ведь такие жесткие меры приносят свои плоды, отмечает главный нарколог области Юрий Скалин. Если с точки зрения психологии человека идти, то ограничение и формирование культуры, когда никто не курит вокруг, оно способствует ограничению распространения табачной зависимости. Если же мы видим, что распространение мест, где можно курить, их увеличение, то, соответственно, мы получаем результат противоположный. Ну и плюс это негативное влияние на дыхательную систему и на организм в целом. Список мест, где курить нельзя, тем временем остается прежним. Дымить запрещается в гостиницах, общежитиях, магазинах, на рынках, в ларьках и многих других общественных местах. Главное, в чем сходятся курильщики и не курильщики, это право каждого на выбор и уважение к нему. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». И в продолжении темы. Октябрь оказался богат на нововведения и многие из них коснулись транспорта. Так, на днях о своем решении прекратить полеты в Калининград заявил крупнейший авиаперевозчик «Трансаэра». Все полеты авиакомпании в наш регион будут прекращены до конца марта следующего года. Подробнее об этом и других изменениях далее. Уже сейчас перевозчик отменил все регулярные рейсы из аэропорта до Мадедова. Окончательно полеты прекратятся 25 октября. В ближайшее время в расписании действуют изменения. Рейд дневной 155-156 в Калининград-Домадедово и обратно. Он отменен, например, 1, 5, 12, 14, 19, 21 октября. Всем пассажирам нужно обратиться в авиакомпанию-перевозчик. В наступившем месяце сократится количество пригородных поездов. Так, с 1 октября будет отменен 6-часовой состав из Калининграда в Пионерский. С 3-го числа перестанет ходить поезд в Светлогорск-Калининград на 14.05. Также отменится состав в Шиповку на 8.10 и в Черняховск в 8.50. Еще одно нововведение октября касается автомобилистов. Полис ОСАГО теперь можно оформить по интернету. Услуга доступна лишь тем, кто уже делал страховку. 1 октября вступил в силу закон о банкротстве физлиц. Граждане, которые не могут расплодиться по кредитам, получили возможность снять с себя долговое время. Чтобы объявить себя банкротом, сумма долга должна быть больше 500 тысяч рублей, а просрочка более трех месяцев. С 1 октября увеличили размер минимальной оплаты труда. Теперь в Калининградской области оклад должен составлять не менее 10 тысяч рублей. Чем еще накормит город Юрий Лужков? Как собираются пугать лихачей на дорогах? И почему центральный рынок демонтируют? На эти и другие вопросы ответим короткой строкой. Шоковая терапия на дорогах. ЕБДД планирует разместить изображение разбитых автомобилей на самых аварийных участках. Не исключены и баннеры со статистикой смертности. Такую идею предложил начальник городского ведомства Марат Хасазанов. В то же время депутаты предлагают штрафовать пешеходов за разговоры по телефону на зебре. Сумма штрафа может составить от 500 до 800 рублей. Центральный рынок изменит внешний вид. На месте промтоварной части планируется строительство торгового центра с многоярусной автостоянкой. Проект уже готов и сейчас обсуждается городскими властями и администрацией рынка. Однако демонтаж павильонов начнется только в конце следующего года. Завершится реконструкция в марте 2018-го. 15 миллионов рублей на ветки. Такую сумму готова потратить мэрия на обрезку деревьев в следующем году. Это в три раза больше, чем раньше и связано с чемпионатом мира по футболу. По замыслу более 2,5 тысяч теленых массивов приобретут правильную форму как раз к 2018-му году. Сначала гречка, потом сыр. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков займется производством пармезана, ракфора и моцареллы в Калининграде. Сорта этих сыров пропали с прилавков магазинов после введения ответных санкций России. Сейчас фермер берет мастер-классы у иностранцев и уже придумал название продукту «Лужковский». Больница просит о помощи пациентам с психическими расстройствами. Необходима теплая одежда. На просьбу сотрудников медучреждения уже откликнулись волонтеры. Благотворительные сборы пройдут у Дома Советов. Принести теплые вещи вы можете 5, 6, 7 и 8 октября в 20.00. Ужасы на улице Невского. Наш дежурный по городу обнаружил там настоящее кладбище покрышек. Как раз на днях калининградцы стали жаловаться на хулиганов, которые прокалывают шины во дворах. В городе уже появились слухи, что таким образом некто объявил войну припаркованным автомобилем. По следам потрошителя шин отправился Кирилл Попов. Здравствуйте, это дежурный по городу. И сегодня мне не до смеха. Ведь на улице Невского завелся маньяк. Имя ему Джек Шинопотрошитель. Он беспощаден к любой покрышке, а его жертвы зарыты прямо во дворе. Своими действиями он словно намекает водителям правильнее выбирать парковочное место. Пробили шилом в четырех местах. Специально. Характер раны явно требует расследования. Автомобиль стоит рядом с детской площадкой. Это или неравнодушные родители мстят, или детишкам понадобились новые шины для игр. Старые, которыми буквально устелен весь двор, надоели. Возможно, виновата дорога. Точнее, остатки асфальта. Но как объяснить то, что в округе пострадали 19 автомобилей? Люди вообще какие-то, я не знаю, вообще безбашенные, можно сказать. Особенно женщины, извините, что я говорю. А что, вот въезд в детский садик, вот как сюда заезжали, вот вы ходили там, смотрели? Вот посредине поставила машину и пошла на работу садик. В детский садик. Вон скучает. Людям на работу уезжать, мы бегаем, ищем. Борьба за парковочные места, конечно, возможна. Но их здесь на самом деле хоть отбавляй. Да и некоторые поврежденные машины стоят в сторонке и никому не мешают. Логике действия злоумышленников не поддаются. Но кто же мог все это сделать? Вполне возможно. Некоторые автовладельцы даже предполагают их местонахождение. Все ставят машину, все места хватает. Это именно делалось из какой-то шиномонтажки по определению. Решил этот поставить круглосуточный, который ночью записывает регистратор. С момента первых преступлений прошло два дня. Но местные жители опасаются новых злодеяний. Поэтому коллективно написали заявление участковому. А у этого автомобиля колеса спущены так давно, что он уже врос в землю. Если хулиганов не поймать, то судьбу старушки Таврии рискуют повторить и другие машины. Кирилл Попов дежурный по городу. Сразу после короткой рекламы смотрите в продолжении нашего выпуска. Два петуха и корова в Гвардейской задержали похитителей скота. Фильмы, которые снимали 10 лет, в Калининграде проходят дни неигрового кино. Спасение кота и дельфины на Балтике своими отчетами делятся пользователи соцсетей. Об этом и не только. Сразу после короткой рекламы. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Отравился неизвестным веществом. Следствие назвало причину гибели 12-летнего Даниила Паулаускаса. Школьник пропал в Гуревске 28 сентября. А накануне его тело нашли в одном из дворов. Рядом находился баллончик со свежителем воздуха. Выпуск продолжит криминальные новости. Подростки-убийцы предстанут перед судом. На четверых жителей Черняховска завели уголовное дело. 5 апреля компания молодых людей напала на 37-летнего военнослужащего Евгения Рыбалка. В попытке узнать пин-код от банковской карты преступники начали избивать мужчину. Когда тот перестал подавать признаки жизни, тело перетащили на другую улицу и сбросили в реку. Через 10 дней убийц задержали. 16 апреля 2015 года следствием при участии сотрудников уголовного розыска областного управления внутренних дел и Черняховского отдела полиции по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо жителей Черняховска. Из них трое в возрасте 17 лет и один 20-летний. Известно, что несовершеннолетние и раньше привлекались к уголовной ответственности за кражи и угон автомобиля. Сейчас заведено уголовное дело по факту разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Алкоголь в крови в автомобиле марихуана. О нетрезвом водителе сотрудникам ГИБДД сообщили бдительные калининградцы. Машину удалось задержать на улице Озерова. При обыске в салоне оперативники обнаружили увесистый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану. С ним сейчас работают криминалисты, а с водителем – полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Петухов спасли, а вот корова пала жертвой похитителей. В Гордейском районе полицейские с поличным задержали подозреваемых в краже домашнего скота прямо во время разделки туши. Крупное животное и птиц злоумышленники похитили из сарая жительницы поселка Детская, затем погрузили в автомобиль и вывезли в лес. Оба задержанных ранее судимы. По версии полиции, подобные действия конокрады совершали не первый раз. Полиция разыскивает трех калининградцев, которые могут быть причастны к краже велосипеда. Преступление было совершено 22 сентября вечером, рядом с торговым центром на улице Театральной. Действия похитителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. Если вы узнали этих людей, полиция просит сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. Кирилл Попов, служба новостей «Город». Калининград снова ждут температурные рекорды. Уже в ближайшие выходные будет по летнему тепло. Синоптики отмечают, что дневные температуры октября в этом году выше средних за последние несколько лет. А вот по вечерам и ночью будет существенно холоднее. До среды сохранится теплая и сухая погода. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля, ночью 8-13. Но уже во второй половине следующей недели пойдут дожди. Эти дожди будут связаны с Атлантическим циклоном, который прямо выйдет практически с запада на Калининградскую область. Но и затем он будет уходить и спровоцирует первое вторжение оптического холодного воздуха. Температура воздуха в связи с этим понизится. По прогнозам синоптиков, до конца месяца существенных потеплений ждать не стоит. Температура днем не превысит 10 градусов. Более того, уже в следующие выходные ожидаются первые заморозки. Столбики термометров ночью опустятся до минус 1-3. Осадки прекратятся в субботу. На календаре второй месяц осени, но это вовсе не повод оставаться дома. Чем заняться в первые выходные октября, расскажем в нашей пятничной рубрике «Планы на выходные». Любителям погулять на свежем воздухе стоит в эти выходные проложить свой маршрут через остров Канта. Там в субботу отмечают Всероссийский день ходьбы. С помощью телемоста и стафетная палочка будет передаваться по городам России с востока на запад. В течение часа любой желающий сможет пройти дистанцию 3000 метров. Вход свободный, начало регистрации в 10 часов утра. Если семейные прогулки на улицах Калининграда не для вас, загляните на фестиваль неигрового кино. В кинотеатре «Заря» и арт-пространстве «Ворота» с 1 по 4 октября покажут несколько кинопремьер, а также фильм «На пороге страха», над которым режиссер работал целых 10 лет. Вход свободный. Зябли, гусь, серый журавль и утка посчитать пернатых дети и взрослые смогут в воскресенье в национальном парке «Курская коса». Там 4 октября пройдет международная акция «Всемирные дни наблюдений птиц». В субботу с 12 до 14 часов будут работать три смотровые площадки. На пирсе у залива, морском побережье и около биостанции рыбачий. Если вы все еще не успели посмотреть на возрождение советского гиганта-недостроя, стоит поторопиться. Всего три дня осталось до закрытия молодежного пространства «Лофт» в Доме Советов. В выходные для любителей музыки и клубной жизни площадка будет работать с 16 до 22 часов. Вход свободный. Закрытие проекта вечером 4 октября. Любителям четвероногих советуем провести выходные в зоопарке 4 октября во Всемирный день защиты животных. Там пройдет праздник «Ты и я одной крови». Сотрудники зверинца проведут мастер-классы для тех, кто хочет завести домашнего питомца. Расскажут об игрушках и развлечениях для животных. Мероприятие начнется в 13 часов. Хороших вам выходных! Какое животное в зоопарке самое красивое? Как прошла операция по спасению кота? И кто распугал всю рыбу в море? Эти и другие темы активно обсуждали пользователи социальных сетей. Чип-чип-чип-чипы и Дейл к вам спешат. Альпинисты спасли, накормили и приютили котенка. Больше малыш точно не полезет на деревья башни Врангеля. Ну, или хотя бы забираться будет не так высоко. Яль на свете всех милее, всех прекрасней и белее. Судя по клокам этой обезьяны, лучше ответить утвердительно и принести зеркало побольше. Животные зоопарка не перестают радовать посетителей. Забыл про судака, когда на горизонте появились дельфины. И сразу схватил камеру. Для Михаила Панькина рыбалка на какое-то время превратилась в настоящее представление. Морскими котиками на пляже нас уже не удивить. Пишут пользователи, а вот дельфины на Балтике это что-то новое. И Ленин такой молодой. И еще на площади. Калининградцы все чаще стали выкладывать в интернет старые фотографии города. Отличия найти не сложно. Отсутствие автомобильных пробок тогда и отсутствие зеленых массивов сейчас. Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, группа Первый городской канал. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. И делитесь фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Смех продлевает жизнь, а легкая улыбка открывает любые двери. 2 октября, во Всемирный день улыбки, калининградцы рассказали нам, что заставляет их улыбаться. Ваши хорошие новости далее. Листочки падают, все замечательно, все хорошо. Работай с детьми, все. Когда друзья надо мной шутят, я над ними подшучиваю. Из-за погоды, которая также может порадовать своим солнышком. Ну и возможно еще и из-за литературы, которую я читаю. Любимые люди. Хорошее отношение к жизни, оптимизм. Моя дочь, которая зовут Полина. Сегодня праздник замечательный, День улыбок. Поздравляю всех вас. Судя по прогнозам метеорологов, погода в октябре будет удивлять. А вот что второй месяц осени приготовил калининградцам на завтра, расскажет наша ведущая Анастасия Загоскина. Здравствуйте. Завтра 3 октября. По народному календарю оставь и ветряк. Потому как в этот день дует ветер, судили о погоде. Если с севера к стуже, с юга к теплу, с запада к дождю и с востока к ясным дням. На остапове река свой праздник отмечали мельники. Ну а мы расскажем, какая погода ждет калининградцев завтра. 3 октября в Калининграде переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 16, вечером опустится до 12 градусов тепла. Западный ветер в течение дня сменится юго-западным до 4 метров в секунду. Если вы стали свидетелем интересного события и даже успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, с которыми мы успели вас познакомить к этому часу. Как будут развиваться события дальше, вновь покажет служба новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok